Всем привет, это вторая часть полезного контента. Сейчас вы будете слушать то, что удалят или пофиксят или вообще не добавят в 0.16.0. В игре я уже почти 4 года, поэтому я на своих предположениях и выводах могу построить вот такой вот интересный видеоролик и рассказать вам полезную информацию. Так что, ребятушки, вот реально, найдите какое-то удобное место, оденьте наушники, возьмите что-то вкусное, например, яблоко, виноград, черешня, что-то реально полезное. Ну и как только вы все нашли, как только вы соберете всю еду вокруг себя и присядете на удобное место, на свою пятую точку, на бутылку, ой, точнее на кресло, мы сможем продолжить. Все, я надеюсь, вы уселись, удобно. Итак, ребята, у меня есть вот братанчик, на которого вы должны подписаться. Зачем? А затем, чтобы выиграть у него бабки. Чем быстрее ты подпишешься, тем больше шанс выиграть деньги, потому что у него не так уже много подписчиков, и это тебе дает больше шансов выиграть. И как мы видим, актив у него тоже очень маленький, и если ты оставишь свой комментарий, сойди у него под роликом, под новым роликом, под старым, не важно, главное, чтобы ты его оставил. Короче, меньше конкуренции, больше шансов выиграть. Там не так уже много актива, чем меньше актива, тем больше шансов у тебя, потому что ты оставишь комментарий, братанчик, со своим айдей со стендоффа, и просто будешь ждать, пока тебе напишут, если ты выиграешь бабки. Ссылочка будет в описании. Наконец-то реклама закончилась, и сейчас мы можем приступить к приятному просмотру самого лучшего видео. Смешная ситуация, получается, мне пишет подписчик, ты знал, что террористу на провинции добавили татуировку на руку? Я ему пишу, блин, она же там была. Он пишет, нет, не было татуировки. Напишите в комментариях, вы как думаете, была у него татуировка или нет? Это на карте провинция. Это террорист, если что. Я думаю, что татуировка была. А вы как думаете, напишите свой вариант в комментариях. Первое, это анимация от третьего лица. Объясняю, от третьего лица, это когда вы будете смотреть на противника. Ну, то есть вы смотрите от первого лица на противника, считайте, что вы смотрите на анимацию, на персонажа от третьего лица. Если вы все равно не понимаете, загуглите, что это такое. Итак, в стендоффе она выглядит ужасно. Особенно баги, которые происходили с постепенными обновлениями. Раз уж тут разработчики готовят огромное, грандиозное, крутое обновление, я думаю, что здесь не может не обойтись без осмотра от третьего лица. То есть, когда вы будете смотреть на противника, либо на тиммейта, и он будет осматривать скины, там не будут пальцы проходить сквозь нож, там не будет эмка заходить в плечо, то есть там не будет таких страшных багов. А вы видели перезарядку АКР? Когда человек перезаряжается, магазин просто улетает на 2 метра от него, он рукой машет, он там вообще, там такой бред происходит, это жесть. Пригласите своего друга в лобби, в закрытые лобби, и попросите его перезарядить калаш, и посмотрите, что будет с магазином на оружии. Магазин это обойма, если кто не знал. Обойма там, где хранятся пули, если кто не знал. Ну, я думаю, вы поймете, когда человек будет перезаряжаться, вы это увидите сразу же, это выглядит очень странно. И вообще, любая анимация от третьего лица выглядит ужасно, даже осмотр того же керамбита, он проходит сквозь пальцы. Поэтому я думаю, что разработчики в этот раз реально постараются и сделают крутые анимации даже от третьего лица. И, естественно, пофиксят старые анимации от первого лица, например, нож Скорпион, если мы его достаем, вылазит слева какая-то рука обрезанная, просто жесть какая-то появляется. Тем более, ненужная жесть, которая вообще не нужна, как бы, ну зачем это? Нужно же удалить. Я из-за этого ненавижу нож Скорпион, потому что просто неприятно его осматривать. Вторая проблема, кибербуллинг. Я хочу, чтобы разработчики добавили кнопочку заглушить чат. Например, вы играете в ММ, убиваете два противника, но третьего вы просто не смогли забрать. Вот как я это делаю, вот я сейчас два противника забрал, а третьего не смог. И обязательно найдется какой-то противный человек, который в чате пожелает плохого здоровья твоей маме, либо родственникам, либо тебе. И вот такое отношение противников, тиммейтов к вам очень плохо сказывается на вашей игре. Вы дезморалитесь, и вам тяжело играть. А теперь представим ситуацию, когда вы можете зайти в настройки, выключить чат, и играть себе со спокойной душой. И когда вы проигрываете, когда вас убивают, когда вы делаете хорошие киллы, вам никто ничего не будет писать, потому что чат будет просто заглушен. А если вы играете с друзьями в Дискорде, то заходите на мой сервер, по ссылочке в описании, заходите, играйте там. Вы можете с друзьями играть там, общаться по Дискорду, и если в 0.6.0 добавят заглушить чат, зачем вам вообще будет нужен чат в игре? Если вы его просто заглушите, а в Дискорде вы сможете разговаривать. Вот кнопочка заглушить чат не помешала бы. 100% уверен. Или хотя бы заглушить противника, какого-то, либо тиммейта, то есть заглушить определенного игрока в игре. Тоже хорошая функция, хороший плюс. Сберечь ваши нервы. Хит-маркер. Прострелы. Тема с прострелами очень интересная. И об этом я узнал только недавно. Я даже не задумывался об этом. Это реально странная тема. Когда вы простреливаете что-либо, вы хит-маркером видите, что там противник. Но если бы не было хит-маркера, вы бы не знали, что за стеной есть противник. Давайте все логически продумаем. Смотрите. Есть террорист, который стоит за стенкой, за деревянной стенкой. Есть спецназ, который ее простреливает. Он попадает в террориста. Но спецназ не может знать, попал он в террориста или нет. Потому что он его не видит. Поэтому, когда вы простреливаете дерево, я думаю, нужно убрать хит-маркер. То есть, при всех, при любых прострелах, нужно убирать хит-маркер. Если вы просто стреляете в противника, это нормально. Хит-маркер может быть, и это как-то добавляет какой-то изюминки стенд-офф 2. Потому что только в стенд-оффе есть хит-маркер. Короче, стенд-офф без хит-маркера – это не стенд-офф. Но, все же стоит добавить функцию настройки отключения хит-маркера абсолютно полностью во всей игре. Во-первых, это тоже даст какой-то огромнейший плюс. Вы сможете больше прочувствовать игру, и ваш аим улучшится, потому что вы будете знать, куда стрелять, как попадать, и это будет круто. На самом деле, я не уверен в своих словах, что я сейчас говорю, но я предполагаю, что так и будет. То есть, нужно добавить хит-маркер, который бы не показывал прострелы – это первое. А во-вторых, нужно добавить кнопочку заглушения хит-маркера. Ну, не заглушения, а полного отключения. Ну, а сейчас о дезинформации, которая хайпит все больше и больше. Есть один популярный ютубер, который разводит дезинформацию. Не хочу называть его имя, догадайтесь сами. И он кучу раз снимал видос про Фуриос Кейс. Типа, его уберут, срочно покупайте, и многие ребята реально просрали голду. Потому что, если его не добавят на рынок, его продать нельзя будет, и вы просто так просрали свои там 3000 голды, или 50 тысяч голды. Я не знаю, сколько вы потратили на эти Фуриос Кейсы. Предупреждаю еще раз, если их будут убирать разработчики, везде об этом предупредят всех. И если это произойдет, у меня на канале выйдет об этом видео. Так что не нужно покупать Фуриос Кейсы ранее, раньше времени. Их вообще могут и не убирать никогда. Origin Кейс почему убрали? Потому что Origin Кейс, это первая кейсовая коллекция. И она очень крутая. То есть разработчики хотели убрать ее с магазина, чтобы сделать ее какой-то редкой, потому что они ценят это. А Фуриос это уже обыкновенная кейсовая коллекция. Так что не нужно, пожалуйста, верить в дезинформацию, в вранье. Кстати, я заметил, что многие начали писать под моими роликами, что у меня тоже есть дезинформация на канале. Во-первых, дезинформация это вранье, когда человек врет. Вот, пожалуйста, напишите в комментариях, где я врал. Я не понимаю, что за бред. Я снимаю полезные ролики, рассказываю информацию, предполагаю какие-то новости, добавления в игру. Мне пишут, что у меня на канале дезинформации больше, чем у других людей. На моем канале как бы ноль дезинформации, если что, ребятушки. Это очень странно. Задумайтесь, что вы пишете в комментариях, потому что вы своими...